Слово супругу нашей единице, Юрия Новикова! Что-то жидкие аплодисменты. Они у нас так глупые, у меня уже нельзя, чтобы вы взяли бананы. Не важно, но это так. Раз, два, три. Значит, прежде всего, дорогие мои, я благодарен вам за то, что вы все вновь с нами. Это уже традиция, недалеко, в прошлый год точно в таком же составе мы были. Значит, кто не был в прошлый год, мы здесь познакомимся, представим, это тоже хорошие люди и наши близкие друзья. У нас плохих мы не держим. Ну, чтобы вам, так сказать, не туманить, собрались мы по очень интересному поводу. Вы нигде не найдете цифр 70. Зачем? Семнадцать! Нет, поэтому я хочу сказать, что это не твоя цифра. Семь и десять. Ты считай меня перейдет. Один и семь. Ну, вон, висит семь. Да там нет. Ну, короче, она говорит, что нет. Нет, это и даты. Семь и десять там. Нет, это и даты. Семь и десять там. Ну, это и даты. На семь. Не, на семь семь. На семь я тут. Целый год мы готовились к этому мероприятию. Очень волновались. И думали, что здесь будет не так светло, как прошлый год в том заведении. Ну, я думаю, что вот этот интим и эта близость наш друг к другу сегодня позволит нам весело провести вечер. Вот. А я лично свой тост первый, конечно, произношу за нашу юбиляшу. Вот. Она просто вот, ее с юбилеем. Неважно с каким. Значит, мы с ней вот и живем. Слава Богу, да? Я поднимаю тост, пожалуйста, за твой такой маленький срок, что ты успела столько пожить. За то, чтобы тебя... Мало кажется. Да, мало, мало еще живет. Значит, за твое здоровье, чтобы где-то ничего не бодело, там не чихало, не кашло. Коленки не скрипели. Какие коленки? В твоем-то возрасте. Не говори, Галя. Вот. Чтоб ты долго жила. У тебя куча внуков, правнуков. Нужно поднимать, помогать. Я поднимаю тост за тебя, за твое здоровье. Чтоб ты была как-то по возможности счастлива со мной. Вот. Я тебе отвечу. Прочитаю стихотворение. Так, ладно, прочитай. 25 лет подошли. Я поднимаю тост за нашу ювеляршу, за Галину Романовну. Браво! Ура! 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 Ура!